Пожалуйста, 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 о том, что вы получаете в Москве. Здравствуйте. В фракции КПРФ все созывы традиционно поддерживают доклады по полномоченным по правам человека, в данном случае Патяина Александровна. Мы видим в этом полезную функцию, она представила в этот раз очень большой объем по проделанной работе. Это и брошюра, это доклад в русной форме, который мы услышали, вклад ее в сохранение рабочих мест в городе Москве огромен, его переоценить просто невозможно. Также она, показывая свои человеческие качества, не побоялась пойти в день голосования в СИЗО номер 5. Не каждый мужчина на это способен. Она могла бы пойти в школу, где все стерильно, все свинкает и в чистоте задержится, могла бы пойти куда-то в общественную палату, тоже там в комфортных условиях следить за выборами, она пошла в СИЗО номер 5 и там вместе целый день находилась с заключенными, разделила их, как говорится, судьбу, они осуждены, они отбывают свой срок и потом, искупив свою вину, выйдут на свободу. Она провела с ними какое-то время и контролировала итоги голосования, чтобы руководители ответственных за проведение выборов там каким-то образом не пытались влиять на итоги голосования. То есть это показатель такого неравнодушного отношения к такой политической деятельности, как выборы. Это тоже хороший аргумент. Также в ее докладе мы увидели много полезного, когда она напрямую участвовала в лечении больных детей нераваливых, отвлекалась на жалобы родителей, на жалобы семей, когда отвлекали какие-то проблемы по оказанию медицинской помощи, содействовала в отдыхе в детском и жалобы населения, которые к ней попадали, они не оставались без ответа. Я могу подтвердить, что они постоянно откликаются на обращение фракции КПРН. Мы их приглашаем на рабочие столы. Если она сама не может, она присылает своего сотрудника из отдела. И они блестяще отрабатывают свою работу, давая комментарии, и тут же принимая заявление в письменном виде, принимая какие-то меры для того, чтобы оказать социальную или правовую помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. Поэтому блестящая работа, гуманная работа, и вообще человек очень позитивный, положительный, она очень открыто работает с депутатами Мосгордумы, и несмотря на критические замечания, она все равно с улыбкой идет на встречу и говорит, я буду все участвовать, товарищи депутаты, будем улучшать свои показатели. Поэтому критиковать можно, но нужно и поддерживать. Работа пройдена огромная, гуманитарного плана, и каждый человек на это способен. Поэтому фракция КПРФ в очередной раз традиционно поддержала Александру Патяеву. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, Виктор.